Мы обнаружили 15 типов спортсменов, но если ты узнаешь в них себя, помни, все совпадения случайны. Этим спортсменам сейчас лучше не мешать. Они занимаются, что есть сил. Но кое-кто здесь проголодался. Да-да, в тренажерном зале всегда найдется хотя бы один обжора. Чем так неприятно пахнет? Кажется, это аромат лишних калорий. Но у Джека своя система тренировок. И у спортсмена должен быть полноценный обед. Ну уж нет, запах котлет не способствует похудению. Надо поискать другой тренажерный зал. Это уже не качалка, а столовая. А у Джека по плану занятие с беговой дорожкой. Он не исправил. Дэбби всегда мечтала освоить йогу. Это вам не штанги в качалке поднимать. На вид все просто. Тут бушует море спокойствия. Играет музыка тишины. Какой милый тренер. Все получится. Но за новичками не уследишь. Уже на пятой минуте Дэбби можно дисквалифицировать. Это поражение. Но устоять на одной ноге она ведь сможет. Руки сюда, ноги туда. Упс. Очередной провал. Еще остальных за собой потащила. И как теперь развязать этот узел? Йога – это не для слабаков. Джек ни на минуту не оставляет Лори одну. Даже на спортивной площадке. Уровень ревности просто зашкаливает. Пусть любимая занимается, а он будет ее охранять. А вот и первый враг. Эй, тебе чего? Даже не надейся, это моя девушка. Лори, я спасу тебя. Красивые ноги на спортивной площадке лучше прикрывать. Как хорошо, что Джек захватил с тобой полотенце. Что? Опять? Но Джека не проведешь. Дорогая, тут прохладно, не находишь. Но этот парень не сдается. Какой наглец. С меня хватит. Лори, нам пора домой. Кажется, тренировка отменяется. А есть такие девушки, которые приходят в спортзал только чтобы найти парня. Лори сегодня при полном параде. Настоящая тигрица. Дерзкая и очень одинокая. А вот и первая жертва. Какой симпатичный парень. Он не устоит перед ее красотой. Эй, привет. Сколько жмешь? Девушка, стоп, я не такой. Бой проигран. Но есть еще одна попытка. А может, после тренировки в кафе? О нет. Тут ревнивится. И похоже, с ней лучше не связываться. А это кто еще такой? Почему он так смотрит? Не такого внимания хотела Лори. На сегодня тренировка окончена. А у некоторых нет ни цента, чтобы сходить в тренажерный зал. Надо как-то выкручиваться. Например, подсмотреть идею у опытного тренера. Так, все понятно. Приступаем. Первое. Нужен коврик. Готово. Второе. Легкая разминка. Начинаем. Раз, два. Раз, два. Что там дальше в плане тренировок? Все ясно. Силовые нагрузки. Да вокруг полно спортивного инвентаря. Кирпичи собака, например. Собака? Ой, бревно подойдет лучше. А чем замениться блины от штанги? Скворечник, отличная идея. Все же лучше, чем ничего. А этот парень в качалке 24 на 7. Тренажерный зал их дом. Чем больше времени посвятить тренировкам, тем красивее будут мышцы. Для кого-то спорт – это хобби. А для Джека – вся жизнь. Ой, а где все? Кажется, Джек опять потерял. Счет времени. После активной тренировки надо привести себя в порядок. Так-то лучше. А теперь можно и поспать. Зачем уходить домой, если завтра снова в спортзал? Кто сказал, что аква-аэробика под силу только молодым? Как насчет спортсмена-пенсионера? Поехали, детки. Ничего себе, сколько энергии в этой бабуле. Но она наверняка скоро выдохнется. Не тут-то было. Бабуля Лори даст спору любому подростку. А может, хватит уже? Нет, веселье только начинается, детки. Работаем, работаем. Все, стоп. Дальше без нас, бабуля. Ну разве опытному нужна аудитория? Идите, идите, слабаки. Бабуля Лори и в одиночку умеет развлекаться. На каждой спортивной площадке найдется хотя бы один рекордсмен. Быстрее, выше и сильнее. Вот его девиз. Ради преданных фанаток можно ставить любые рекорды. Леди, вы мне не поможете? За Джеком хоть на край света. Сейчас он покажет этим девчонкам, на что по-настоящему способен. Начинаем. Ох, кажется, Джек взвалил на свои плечи слишком тяжелую ношу. Провальная тренировка. По прогнозу, сегодня остатки в виде девушек. Но ничего, Джек еще отыграется. Новичка в спортзале видно сразу. Сколько радостей и энтузиазма в глазах. Начнем с этого тренажера. Он, наверное, укрепляет мышцы рук. О нет. Еще один новичок. Всему их приходится учить. А не как только что вылупившиеся птенчики. Тренер, я все правильно делаю. Ох, совсем тяжелый случай. Ну, может, Дебби подружится с силовыми упражнениями. Опять промах. Новички какие новички. Ну, с мячом не должно быть проблем. Хм, это же как детская игра. О нет, и тут авария. Больше никаких новичков в мою смену. На старт. Внимание, марш! Кто первый доплывет до бортика? Этим пловцам лучше не попадаться на пути. Тут настоящая цунами. Брызги и волны во все стороны. Каждый хочет одержать победу. А Лори в бассейн пришла не соревноваться. Она тут для релакция. Как приятно поплескаться в воде с коктейлем в руках. А медаль за первое место в соревнованиях – приятный бонус. Эй, это же не честно. Пора завязывать с гонками. И научиться получать удовольствие от тренировок. Как же много в спортзале самовлюбленных личностей. И местный уборщик туда же. Невозможно просто взять и пройти мимо зеркала. Это шанс как следует рассмотреть свои бицепсы. Джек даст фору любому спортсмену. Работа никуда не убежит. На первом месте – физическая подготовка. Зеркала – лучшие друзья Джека. Беременность – не повод забывать о спорте. И тренер ни за что не оставит Дэбби без помощи. Главное – не перетрудиться на спортивной площадке. Я вам помогу, леди. Тренировка – сложная штука. Пора подкачать руки. И тренер снова тут. Он такой заботливый и внимательный. Как не вовремя этот звонок. Но когда рядом Джек, можно расслабиться. Все упражнения будут выполнены на отлично. И водный баланс соблюден. Пожалуй, мне пора. Эх, славная выдалась тренировка. А иногда в спортзал заходят настоящие чистюли. Лори как раз из таких. Фу, а почему такой запах? Про дезодоранты не слышали? А это вы видели? Ужас. Тут вообще проводят дезинфекцию. Бактерии не пройдут. Пора браться за работу. Тереть, сильнее тереть. Вот теперь можно и заниматься. Не судьба. Этот тренажер опять стал рассадником бактерий. Но Лори не привыкла сдаваться. Цель – уничтожить всех микробов. Ура, она справилась. Но вот сил на тренировку уже не осталось. Что ж, как-нибудь в другой раз. Давай, друг, ты сможешь. Когда работаешь с такими гантелями, без подстраховки нельзя. Еще немного. Еще чуть-чуть. Но не все подстраховщики одинаково хороши. Берегись, если на горизонте замаячит красивая девушка. Эй, кто-нибудь, помогите! Надо поискать другого напарника. Для Лори безопасность на первом месте. И как можно тренироваться в таких условиях? Тут все выглядит таким ненадежным. Начнем с базовой защиты. Колени, локти и голова. И пара подушек не помешает. Все, Мисс Безопасность готова к тренировке. Она всем покажет класс. Но не сегодня. Нет-нет, тут слишком опасно. Лучше сходить в бассейн. Но даже здесь Лори не может расслабиться. Вода такая холодная. А вдруг простуда? Поэтому без защиты не обойтись. Максимальной защиты. А теперь надо решиться на прыжок в бездну. Помогите, помогите! Тону! Понравилось наше видео про спортзал? Кто из этих типажей показался тебе самым забавным? Напиши нам об этом в комментарии. И не забудь поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Не пропусти еще больше веселых скетчей на канале Трум-Трум Селект.